Доброго времени суток, дорогие друзья! Возможно, я смотрю чуть выше сейчас, но это я сделал специально, поскольку у нас сегодня еще один пакетик из Китая, и это как бы штучка такая личная, поскольку у меня передо мной сейчас стоит не смартфон, а моя бюджетная камера Sony A6000. Да, теперь ты знаешь, на что я снимаю. И те, кто знакомы с этой камерой, знают, что у нее у этой камеры есть экранчик, он не отворотный, он открывается вот на 90 градусов, то есть его нельзя отвернуть, это на более дорогих камерах, на Sony A6300, если я не ошибаюсь, начиная с нее, можно было отвернуть экран и как бы видеть, что вы снимаете. Для таких целей придумали, для этой бюджетной камеры придумали такое специальное зеркальце, специально, чтобы оно отражало, оно висит как экранчик сейчас передо мной, и я вижу отражение своего экрана, который у меня за камерой. Чтобы вам было понятней, пожалуй, приступим к нашей распаковочке. Погнали! Так, вот наш пакетик из Китая, и как видишь, такой вот кубик, кубичек у нас уже виднеется. Так, вот она коробочка. Берем наш перочинный ножичек, и как всегда, по традиции, берем маленькое лезвие, чтобы не напороть ничего. Хотя было бы там, что пороть. Открываем, достаем, внутри, вот как я сказал, коробочка, и подарков, подарков уже давно никто не кладет. Вот, стоит такое подобное зеркало, 8 долларов примерно, и как видишь, поступает она внутри вот такой вот сумочки, велюровой, которую можно использовать как, в моем случае, антипыльник для микрофона. Вот так открываем, и вот наше зеркальце. Также у нас тут силиконовый, пакет с силиконовым, силиконовой херней, короче. Да, как видишь, у нас резьба внутри, внизу даже есть, и три отверстия под холодный башмак. Вот так вот эта штука все отражает. Там также есть пленочка, которую советую снять, чтобы четче все это видно было. Как видишь, видно, что творится. Внизу специальное зеркало для того, чтобы отражать зеркал, не зеркалку, а экран у Sony Alpha 6000. То есть такое вот решение для полуотворотного экрана. Сюда можно тоже навесить какой-нибудь свет или накамерный микрофон, то есть три отверстия появляются, но много навесить нельзя, поскольку это у нас простой пластик. Так, возьмем смартфон, и вот сейчас я поставил на камеру. Как видишь, на камере видно это все, как это все будет выглядеть. То есть отражается экран, и все. Да, вот такое, собственно, зеркальце. Да, что примечательно, на него также можно навесить всякий вес, поскольку у него есть три входа под холодный башмак. То есть вот под такую вот насадку вы можете повесить сюда, допустим, свет или что-нибудь, что вам нужно для вашей съемки. Будь то даже маленький петличный микрофон, если вы снимаете, допустим, на какую-нибудь селфи-палочку, или какой-нибудь свет миниатюрный, по типу вот хотя бы такого, который создает дополнительный антураж, скажем так. И да, то есть если вы что-то подобное искали, вы думали покупать какой-нибудь экран за бешеные деньги для вашего девайса, то, в принципе, можете обойтись вот этим зеркалом. Оно тоже как бы справляется со своей задачей. То есть я себя сейчас корректно вижу, я вижу, как у меня работает зум, сейчас у меня руки в зуме. То есть до этого я этого не видел, я снимал вслепую, и были даже такие казусы, что у меня мог быть вот, допустим, вот так вот выставлен зум, и я об этом как бы и не знаю. Вот такой вот как бы курьезец бывает иногда. То есть можете, когда устанавливаете камеру, можете случайно задеть объектив и вот всю дорогу вот так вот записывать видео, а то и вот так вот. И как бы, да, как понимаете, это уже не то пальто. И да, ссылочка, как всегда, будет в описании. Ну а с тобой, как всегда, был Дядя Бен, желаю тебе всего хорошего и до свидания.